Сейчас двор, где вырос Никита Саблин, заметен издалека. У калитки встречает верный пёс-граф. Никита долго просил у мамы разрешения завести собаку и сам занимался её воспитанием. В доме тоже много делал сам, начиная с 15 лет. Я ему нарисовала просто на листочке. Я говорю, Сан, давай сделаем перед Новым годом. Я говорю, у нас ёлка большая, поставим камин. И мы на заказ шили два гнома. Девочку и мальчику. Вот мы ставили ёлку, камин, по бокам гномы и носки большие. Я в эти носки, три носка, я в них насыпала им конфеты. На камине первая грамота Никиты. За помощь в уходе за захоронениями участников Великой Отечественной. Прадед у нас погиб в Великую Отечественную. Он говорит, может быть, где-нибудь кто-нибудь будет ухаживать с могилкой нашего прадеда. Никита с раннего детства мечтал стать военным. После начальной школы сам попросил записать его в казачий класс. Мама хранит его первую форму. И последнюю. С позывным. Даже вот на швейке его осталось чиш, позывной его. Я ему заказывала его отдельно. Он меня просил, мам, закажи мой позывной. И заказал. Я говорю, сын, почему чиш? Он говорит, ну, потому что я самый младший. И очень шустрый. Во время срочной службы добровольцем вызвался помогать в Белгороде. Тогда же принял решение, как только появится возможность отправиться за ленточку. Мама понимала, ей не отговорить. Такой у сына характер. И он мне говорит, мам, у меня было детство. У меня был велосипед, речка, побитые коленки и все такое. Мам, представляешь, если будет у нас война. У малышей же, говорит, детства не было. И говорит, как я буду смотреть потом в глаза, когда люди у меня будут спрашивать. Была война, ты где отсиживался? А я скажу, где-то в части. Орден мужества семье передали уже после гибели Никиты. Сослуживцы привезли личные вещи. Но связь с подразделением сына Валентина не прервала. Молотки, гвозди, все-все то, что просили, все им куплено. Щетки, чтобы зачищать всякие детальки, ребят просили. Ну и здесь идут вот пассатижи, степлеры, рулетки. О том, что нужно подразделению, ребята сообщают сами. Даже зовут Валентину по-домашнему, мам Валь. Каждого накормит, поддержит. Сейчас помощь предлагают и кирсановцы, и жители областного центра. А это с Тамбова готовые щи, борщи, супы, молочные каши. Вот они даже здесь подписаны. И эмблемка тоже. Девушки, женщины помогают. Первые грамоты за помощь военным недавно получили и младшие братья Никиты, Кирилл и Егор. Мальчишки уверены, так помогают приблизить победу, в которую верил их герой. Ольга Митрофанова, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok